В этот раз в президиуме правительственного совещания в Белом доме республики гордо восседал в одиночестве Радий Фаретович. Он так и сказал, что сегодня, дескать, я в гордом одиночестве. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я сегодня в гордом одиночестве. Андрей Геннадьевич у нас в командировке. И, кстати, Борисович тоже. Толкачев и Назаров, по словам Хабирова, оказались в командировке. Поздравив дежурных юбиляров, Хабиров перешел к дежурным награждениям. В этот раз награждали сотрудников МЧС, которые доблестно помогали Турецкой республике справляться с последствиями землетрясений. Хабиров выдал медали и грамоты. Почести досталось даже поисковой собаке, которую, к всеобщему удивлению, притащили прямо в Белый дом. Собака вела себя, в общем-то, пристойно, виляла хвостом и даже ни разу не тявкнула. Далее Хабиров перешел к важным разъяснениям. Он разъяснил населению, что 23 февраля нынче сильно выросло в значении для народа. И вот будем мы его справлять, дескать, круто, почти как Новый год. И в связи с этим Хабиров упомянул о том, что теперь им разработан некий государственный ритуал возложения цветов к монументу Шеймуратова. Ну, что это будет за ритуал и каким образом он будет проистекать, видимо, мы скоро увидим. Ну, примерно раз в месяц, а может быть, два раза в месяц. Хабирову стоит возлагать цветы к монументу, вот не отпуская вот эта тема, его совсем-совсем. Завершая свое вступление к оперативному совещанию, Хабиров сообщил, что он все-таки проведет лекцию в Москве, в МГИМО, для студентов-выходцев из республики Башкортостан. Несколько раз эта лекция откладывалась, то Хабиров ногу сломает, то ковид там чего-то навредит, но тем не менее он настойчиво стремится к этому всему. Тут, видимо, сказывается и ностальгия по преподавательской деятельности, о которой он частенько вспоминает. И, кстати, он говорил, что отойдя от дела, он вернется к преподаванию. Ну, лично я с ужасом это предвосхищаю, потому что, ну, сами понимаете, уровень юриспруденции в республике Башкортостан, который во многом сформировал именно Хабиров как директор юридического института, не говорит нам ничего хорошего о том, каким Хабиров был руководителем и каким он был преподавателем. Но, тем не менее, видимо, неизбежно для многих студентов то, что дорогой Радий Фаритович вернется за профессорскую кафедру и начнет им что-нибудь там объяснять про международное право. Но, как говорится, в одну реку дважды не войдешь, и те счастливые денечки, когда Хабиров служил емщиком, вернее, директором юридического института, их, конечно, уже не вернуть, и студентки уже не те, да и сам Радий Фаритович, конечно, уже не тот. По классической схеме совещания имени дорогого Радия Фаритовича первый доклад делала Прочековская Елена Анатольевна, и вопреки нашим уже печальным представлениям о ее деятельности, в этот раз доклад был показательным. И рассказывая о том, что беспокоило жителей республики в минувшую неделю, кстати говоря, Елена Анатольевна нас ничем не удивила, и именно это было показательно. Список проблем, которые перечислила Прочековская, был один в один таким же, как и раньше. По мере убывания, дороги, ЖКХ, благоустройство, медицина, соц. обслуживание, транспорт, мобилизация, образование, строительство и на 10-м месте экология. Прочековская, судя по всему, и сама подсознательно прониклась вот этой монотонностью и неизменностью проблем в республике, и дословно она их охарактеризовала так. «Все как было, так и осталось». Конец цитаты. «Так же как было, так и осталось». Елена Анатольевна обреченно констатировала, что команда «Х» ничего не меняет, даже в списке проблем самих жителей республики Башкортостан, и даже тот же самый пресловутый Кировский район города Уфы находится на первом месте по проблемности и заброшенности. Хабиров, выслушав Прочековскую, впрочем, оценил обстановку в головах соотечественников на «хорошо». И, между прочим, он прав. Действительно, для самого Хабирова очень хорошо то, как безропотно его сограждане принимают упадок населенных пунктов, практически разрушение медицины, транспорта, образования, социальной сферы, экологии в городах и населенных пунктах. Все то, к чему привела деятельность так называемой команды «Х», или то, чему окончательно способствовала деятельность команды «Х», все это наши сограждане, жители республики, воспринимают безропотно, покорно. Ну что же делать, будем жить дальше. При этом всем жители республики дисциплинированно оплачивают все возрастающие счета ЖКХ, платят за образование детей, вынуждены платить за многие медицинские услуги и так далее. Ну как такое может не радовать нормального феодала, нормального правителя? Три единый доклад о ЖКХ, дорогах и ЧС начали, как обычно, с Головановой Ирины Александровны, которая была, как обычно, немногословна. Она рассказала нам, что в республике случилось за неделю 4 аварии с продолжительным отключением ресурсов, две из этих аварий произошли в Уфе, в общей сложности было еще 11 аварий, во время которых отключали ресурсы чуть менее, чем на 8 часов, а также Голованова рассказала нам о том, что за неделю республика Башкортостан потеряла 200 дворников из 3500, которые были недели ранее. Осталось 3300 дворников. Что случилось с дворниками, непонятно. Видимо, они тоже как перелетные птицы. Снег пошел, дворники исчезли. Действительно, очень не кстати. Это к моменту, когда второй раз в этот сезон, в этом году пошел снег в республике Башкортостан. А вот министра транспорта и дорожного строительства действительно можно уже называть чудо-министром. Потому что, как только господин Клебанов прибыл на свой пост, сразу же аварийность и смертность на дорогах критически снизилась, резко снизилась, не характерно снизилась. Но, тем не менее, сам Клебанов утверждает, что он нам выдает данные ГИБДД. Надо бы все-таки сверить эти данные с федеральными базами ГИБДД, потому что уже практически вдвое меньше погибших за январь-февраль, чем за январь-февраль предыдущего года. 15 человек погибло за два месяца против 28 годом ранее. Да и, собственно, самих ДТП не так уж и много. Также Клебанов нам, кроме статистики, еще рассказал, что в связи с тяжелыми и сложными погодными условиями, снегопадами закрыт въезд грузовикам в город Уфу и частично ограничено перемещение по некоторым участкам трасс в Республике Башкортостан. К слову говоря, к концу дня эти ограничения были сняты, но по состоянию улиц Уфы, конечно, сказать об этом было бы, наверное, преждевременно. Но, тем не менее, Клебанов разрешил грузовикам езжать в Уфу уже к вечеру. В общем, конечно, это чудеса чудные. Еще бы послушать от Александра Владимировича, что у нас с ремонтом дорог и с реконструкцией дорог и так далее. Потому что сейчас во время оттепи, когда на некоторых участках уфимских дорог снег совсем стаял до асфальта, честно говоря, что-то страшное явилось нам. И, возможно, уже весной мы услышим от Клебанова не только статистику ДТП, но и то, что он делает по части дорожного строительства. Продолжает нас пугать уровнем смертности на пожарах Фарид Рифович Гумеров. За истекшую неделю опять шесть человек сгорело в собственных домах. Также господин Гумеров отметил странную аномалию, заявив о том, что максимальное количество людей в республике Башкортостан сгорает почему-то не по пятницам, а по понедельникам. Из статистики гибели граждан на пожарах в разрезе дней недели видно, что на понедельник приходится два раза больше жертв огня по сравнению с другими днями недели. Разумного объяснения этой аномалии пока нет, видимо, ученые будут думать об этом. К сожалению, господин Гумеров ни словом не обмолвался о том, что на прошлой неделе произошел, ну, прямо скажем так, возмутительный сбой системы оповещения в республике Башкортостан. Эта система находится в ведении господина Гумерова. Я говорю о внезапном объявлении по нескольким радиостанциям в Уфе о надвигающемся ракетном ударе. Внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие! Ну, как бы это такое было, многие вздрогнули, но, слава богу, народ у нас с юмором, они больше народу посмеялось, чем испугалось, но, знаете ли, это все до определенного момента, и рано или поздно людей можно напугать и ввергнуть в панику. Вот у Фарита Рифовича эта система оповещения работает почему-то вот так, она внезапно и абсолютно, видимо, непредсказуемо выдает подобные предупреждения. Завершив с формальной повесткой совещаний, перешли к текущим вопросам. И следующим вопросом был доклад министра туризма и развития предпринимательства, по-моему, так называется это министерство. Доклад был об итогах туристической деятельности в 2022 году и задачах на 2023 год. Я позволю себе некоторое отступление и порассуждаю. Многие, ну, в том числе и я сам, недоумевали и недоумевают, что за странная туристическая истерия разразилась и в целом в Российской Федерации, и в Республике Башкортостан. Почему о туризме стали говорить так долго и много и повсеместно, там всевозможные форумы, выставки, отчеты, достижения, награды, прямо подряд, 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 туризм, 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 как будто больше нечем заняться. На самом деле все просто. Ну, то, что натворил Владимир Путин, начиная с 24 февраля 2022 года с этой страной и с ее жителями, во многом лишило россиян разных вещей, кстати говоря, лишило, но во многом лишило и свободоперемещения. Десятки стран мира наглухо закрыли возможность въезда для россиян в принципе, то есть визы шенгенские, американские, британские и многие другие получить сейчас просто невозможно, по принципу того, что если ты россиянин. Ну и, собственно, сложнее стало перемещаться во многие другие страны, главное, что стало перемещаться существенно дороже. Вот сейчас просто билеты стоят столько же, сколько год назад стоил полноценный тур вместе с билетами, питанием и прочими-прочими вещами. Все это определенным образом наложило отпечаток на возможность перемещаться, кратно сокращается штат самолетов авиакомпаний, самолетов нет, запчастей нет, вылетов существенно меньше. И вот, собственно, это и есть то, о чем я говорю, в плане ограничения с возможностями для россиян перемещаться по миру. То есть если есть препятствия в получении виз, если удорожаются вдвое-втрое билеты и прочее-прочее, естественно, многие уже не могут все это сделать. Ну, на фоне всего этого стало необходимо маскировать вот эту вот странную несвободу россиян болтовней про внутренний туризм. Ну, что, собственно, по задумке кремлевских политтехнологов должно было отвлечь жителей страны от печальных последствий, одного из печальных последствий 23-летнего правления престарелого президента. То есть я говорю о том, что вот это все про туризм, это в основном все дымовая завеса. И сейчас я объясню, почему. Конечно же, в начале доклада Авзалова был запущен грандиозный видеоролик. Вообще, видеопродакшн в Башкортостане, по-моему, становится основной индустрией. Каждое министерство в правительстве Республики Башкортостан чуть ли не еженедельно заказывает ролики, прославляющие деятельность ведомства, как все прекрасно. Обязательно Курай, обязательно Кумыс, Рикой, обязательно Чак-Чак, девушки в бушлатах с золотыми пуговицами. Ну, в общем, все такое, да, все как мы любим. Собственно, ролик Авзалова не был исключением. По завершении замечательного видеоряда, господин Авзалов сделал заявление о том, что ни много ни мало, цитирую, туриндустрия Республики Башкортостан находится на этапе интенсивного развития. Туризм, индустрия и гостеприимство Республики Башкортостан находится на этапе интенсивного развития. Регион становится более узнаваемым и привлекательным для туристов. 2 миллиона 100 тысяч турпоездок случилось, по мнению Рустема Ахмедкаримовича в Республике Башкортостан за 2022 год. И это, по его же мнению, третье место в ПФО и 13 место в Российской Федерации. При всем при этом господин Авзалов успешно освоил за истекший год 550 миллионов рублей. Пол миллиарда с хвостиком. Куда же делал Рустем Ахмедкаримович такие большие деньги? Куда он делал Булгаковскую школу или школу в Старом Сибае, которую можно было бы достроить на эти деньги? Например, 208 миллионов рублей Рустем Ахмедкаримович истратил на, внимание, проектирование туристического кода центра города Уфы. Не на туристические объекты, не на туристические указатели даже, а на проектирование кода 208 миллионов рублей. Еще 6 миллионов рублей Рустем Ахмедкаримович истратил на продвижение собитийных мероприятий. И вот на те самые ролики и всякое вот такое вот. 336 миллионов рублей Авзалов и его ведомства истратили на обустройство пляжей, модульных некапитальных средств размещения и всевозможных вот таких вот штучек. А теперь, пожалуйста, оглянитесь вокруг и, как говорят у нас в Одессе, трезво ужаснитесь. Вы видите туристический код Уфы? Может быть, вы видите шикарные, обустроенные, чистые пляжи с достойным сервисом и, главное, возможностью к ним хотя бы подъехать без применения тяжелой внедорожной техники? Не видите, да? И я не вижу. Потому что все это существует только на бумаге в воображении самого Рустема Ахмедкаримовича. Вот только 550 миллионов были истрачены реально. Бывший мэр Сибая, а нынче министр туризма, господин Авзалов сообщил нам о том, что в 2022 году он создал 30 глэмпингов и планирует удвоить их количество к 2024 году. Ну, надо понять, что такое вообще глэмпинг. Глэмпинг – это, по сути, турбаза на основе именно некапитальных строений, то есть это счетовые домики, палатки, шалаши, землянки, все что угодно, все это можно называть глэмпингом. И более того, нужно гордо именовать глэмпингом. Хотя, конечно, Государственная Дума запретила Авзалову пользоваться иностранными словами, потому что глэмпинг – это термин, образованный из двух английских слов – гламур кемпинг. Вот, ни больше, ни меньше. Ну, за такое, как говорится, от гой до патриотов можно и по шее схлопотать, но Авзалов пока не очень знает, и слово глэмпинг из него сыпалось буквально как горох у дурака из штанов. Особый интерес для инвесторов представляют глэмпинги. Предоставление земельных участков под глэмпинги без торгов и внесли соответствующие изменения в региональное законодательство. Авзалов, конечно, проговорился в ходе своего торжественного выступления о том, что самое чудесное – это то, что земля под эти самые глэмпинги выделяется без торгов и конкурсных процедур. Вот, собственно, здесь собака и зарыта. Как известно, там, где у нас что-нибудь выделяется без торгов и конкурсных процедур, то там у нас это выделяется по усмотрению чиновников. А там, где есть усмотрение чиновников, там абсолютно точно, безоговорочно, гарантированно присутствует и коррупция. Так что, ну вот, Рустам Ахмед Каримович тут, как говорится, проболтался. Перечисляя свои успехи, господин Авзалов упомянул, что на школьный туризм у него ушло, как он выразился, 77 миллионов рублей в прошлом году, а в 2023 году он готов освоить еще 210 миллионов на тот же самый школьный туризм, что бы это ни значило. 20 тысяч человек, по утверждению Рустама Ахмед Каримовича, в 2023 году воспользуются программой башкирского долголетия. Авзалов отдельно подчеркнул, что такая роскошь башкирским пожилым людям достанется исключительно благодаря личной заботе дорогого Ради Фаритовича. Ну, судя по всему, в ближайшее время, как упомянул господин Авзалов, нас ждет новый проект, это башкирско-белорусское долголетие. Министерством предпринимательства туризма совместно с Центром развития туризма республики прорабатывается вопрос в рамках вашего поручения по реализации аналогичного проекта, который в рабочем названии у него как башкирско-белорусское долголетие. То есть, просто башкирского долголетия ему уже не хватает, ну, видимо, подкинут деньжат еще и на башкирско-белорусское долголетие. Ну, и я предполагаю уже со своей стороны, что не за горами у нас и какое-нибудь башкирско-иранское долголетие, ну и так далее, и тому подобное. А еще 85 призов за истекший год господин Авзалов и пчеловод Идальбаев получили на всевозможных форумах, выставках и мероприятиях, которые в 2023 году проводились на тему туризма в Российской Федерации. Ни одного из мероприятий господин Авзалов не упустил. И, пожалуй, что страшно теперь предположить, в какие деньги бюджету обошлись вот эти 85 выездов целых делегаций. Ведь всегда это сопровождается Кураем, Чак-Чаком, девушке в кафтанах и море Кумыса. Без этого мы вообще в гости, как говорится, не ездим. И потому, я говорю, мне страшно даже представить, каков бюджет поездок у господина Авзалова. Говоря о перспективах грядущего, господин Авзалов сообщил нам о том, что он грозится довести количество туристических поездок по республике Башкортостан в 2023 году до 2 миллионов 300 тысяч. Прямо скажем, скачок невелик, 10% прироста обещает господин Авзалов. И бюджет оборот туристической сферы республики, по его мнению, должен составить аж 17 миллиардов рублей. Ну, выслушав подобный доклад, наверное, даже человек разумный, наверное, окончательно бы тронулся умом. Дорогой Радий Фаритович и вовсе пришел в восторг. Правда, отметил, что главной проблемой развития туристической индустрии в республике Башкортостан является не много не мало, а правильное размещение туристическо-информационных центров. Вот этих вот стеклянных будочек, где девушки в кафтанах рассказывают вам, как пройти на центральный рынок. Ну, собственно, в этом виде самую главную проблему. Ну, дорогой Радий Фаритович, человек, видимо, от туризма совсем уж далекий. Не знаю, кто из них дальше, Авзалов или Хабиров, но вот при подобных суждениях, конечно, закрадывают сомнения. И, подводя итоги доклада Авзалова, Хабиров напомнил о том, что он все еще ждет завершения строительства железной лестницы на горе Таратау. И строго повелел закончить ее к маю. Сколько можно строить? Уже 4 года, значит, строим эту лестницу, никак не построим. Скажите, пожалуйста, еще, ну, любимый мой вопрос. Лестницу-то на Таратау когда вы официально сдадите? Ну, мы там делали обследование, Радий Фаритович, поэтому мы планируем ее где-то, ну, ориентир – это март-апрель месяц. Ну, действительно, с лестницей как-то не очень получилось. И уже совсем вроде как закрыли тему, Хабиров опять, значит, бомбануло, и он потребовал возить башкирских туристов в Беларусь. То есть, помните, да, там один самолет в неделю стал летать в Беларусь. И вот я уж опасаюсь, как бы на улицах не начали хватать и не отправлять вот в эту замечательную страну и вторую родину картофеля. Потому что, ну, судя по тому, что никто не желает летать у нас в Беларусь добровольно, если уж сам глава республики напоминает о том, что неплохо бы начать туда туристов отправлять, видимо, дела идут там совсем плохо. Пожалуй, что центральным докладом оперативного совещания в этот раз был доклад министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан, прекрасной Маргариты Болочевой. Доклад был об итогах внешнеэкономической деятельности республики Башкортостан в ушедшем 2022 году. Маргарита Дмитриевна рассказала нам, что по обороту внешнеэкономических связей республики мы вернулись к уровню и показателям доковидного периода к 2019 году. Уважаемые коллеги, начну с того, что по объему внешнеторгового оборота республика Башкортостан превысила показатели 2019-го доковидного и тех годов, когда уже введены санкции. На 10,5% по сравнению с показателем за 2021 год увеличился наш товарооборот. Что касается экспорта, то на 10% у нас увеличился экспорт, а по импорту у нас идет увеличение на 12%. То есть, напомню, что с тех пор уже прошло 3 года. 10% у нас прирост внешнеторгового оборота к уровню 2021 года. И в том числе 10% рост экспорта и 20% рост импорта. Отмечу неизменное сравнение текущих цифр с данными 2021 года. Ну, простите, Маргарита Дмитриевна, но к 2021 году у кого угодно, чего угодно выросло. То есть, это был самый плохой год по части вот этих пандемийных падений и уже эффектов, которые наступили от пандемийных ограничений. Так что, я говорю, к 2021 году даже у эритреи что-нибудь выросло. Ну, собственно, далее Маргарита Дмитриевна продолжила статистические данные. И, кстати говоря, они были очень любопытными. Мне, например, было интересно понять, как действительно существует экономика региона и что в ней происходит. 75% внешней торговли – это страны дальнего зарубежья. Кстати говоря, странно. И только 25% – это страны СНГ. Согласитесь, показательные цифры. Госпожа Булчева с печалью в голосе сообщила нам, что в 2022 году количество стран-партнеров уменьшилось. И если раньше их было 128, то теперь их осталось только 112. Но еще одна замечательная цифра, и если верить на слово Маргарите Дмитриевне, 65% экспорта из Республики Башкортостан – это не сырьевые и не энергетические товары. То, чего мы панически боялись, что экспортируем мы только сырую нефть, круглые леса и прочие необработанные вещи. Но вот Маргарита Дмитриевна заявляет, что 65% нашего экспорта – это не сырьевые и не энергетические товары. К числу своих достижений госпожа Булчева отнесла сотрудничество с некоторыми новыми странами мира. Она перечислила такие замечательные уголки планеты, как Камерун, Ямайка и Барбадос. В прошлом году они впервые что-то у нас купили. Ну, ладно, что же, неплохо. Как говорил великий кормчий Мао Цзэдун, пускай цветут все цветы. Статистически лидерами по внешнеторговому обороту с Республикой Башкортостан является, конечно же, Китай – это 24%, далее Казахстан – 9%, Нидерланды – 8%. И отдельно отмечу, что в прошлом году внешнеторговый оборот с Нидерландами вырос у нас вдвое. Беларусь – 6%, 6% – Латвия, 5% – Турция, я, кстати говоря, думал, что больше. Индия – 3%, 3% – Узбекистан, 3% – Финляндия и 3% – Германия. Все остальные страны – это 30%. Все остальные 102 страны, кстати говоря. Ну, удивительная, конечно, игра, цифрами присуща и Маргарите Дмитриевне, как и всем министрам правительства Хабирова. Тут она отметила, что, например, с Финляндии наш товарооборот в прошлом году вырос в 5 раз. При том, что он составляет 3%. То есть его почти не было, и тут, значит, глядите. В общем, ну, ладно, простим. Пускай. Булычева утверждает, что именно Иран для республики Башкортостан максимально перспективен для развития внешнеэкономических связей. Безусловно, работа с Ираном будет наращена. В текущем году мы готовим официальный визит в Иран под вашим руководством и открытие представительства в Иране. При том, что сам Иран не входит даже в десятку и двадцатку стран по объему внешнеторгового оборота с республикой. Булычева тщательно и многократно подчеркивала, что все успехи республики Башкортостан на ниве внешнеэкономической деятельности, все эти успехи, это прямая и непосредственная заслуга дорогого Радио Фаритовича. Заметный рост товарооборота с теми странами, с которыми по вашему поручению Радио Фаритович последние два года мы занимаемся открытием представительств, которые сегодня так необходима поддержка государства по вашему поручению. То есть, судя по всему, это было неким утешением, потому что успехи экономического блока зачастую звучат немножко обидно для Радио Фаритовича. Никто не упоминает, что это вы, дорогой наш отец родной, вот все это дело обеспечили. Вот здесь Булычева исправила свою ошибку и все время подчеркивала, что лично-лично Радио Фаритович налаживает связи и с Камеруном, и с Барбадосом, и с прочими замечательными странами. Говоря о статистике, Булычева упомянула, что 1273 предприятия экспортеров у нас в Республике Башкортостан достаточно много. То есть, это те предприятия, которые хоть что-нибудь, хоть сколько-нибудь отправляют на экспорт. Из них 1182 – это субъекты малого и среднего предпринимательства. Тоже цифра меня удивила. В общей сложности эти 1273 предприятия экспортировали товаров за год на 500 миллионов американских долларов. Это примерно 37 миллиардов рублей. И на самом деле это очень немного. То есть, суммарный экспорт из Республики всего 37 миллиардов рублей. При том, что товарооборот в Республике Башкортостан грозились довести до триллиона рублей. В общем, вот видимо в этом причина того, что Маргарита Дмитриевна избегала называть конкретные цифры экспорта, кто сколько чего экспортировал, на какую сумму и так далее. Вот как-то она очень тактично обошла эту тему. Она оперировала в основном процентами прироста. Выросла, вот Финляндия в пять раз выросла и так далее. В общем, продолжим. За год 25 делегаций башкирского бизнеса выехали за рубеж. Выехали они для установления бизнес-контактов, заключения договоров и так далее. И что примечательно, ни разу из этих 25 выездов делегации Республики Башкортостан не посещали Западную Европу или одну из Америк, Северную или Южную. Сплошь это Иран, Сирия и прочий Кыргызстан. Ну, наиболее приличной стороной с точки зрения развития экономики в этом списке была Южная Корея. И, кстати говоря, так вот на полях задам вопрос, что они искали в Сирии, какой бизнес, непонятно. В свою очередь к нам сюда, в Башкортостан, приезжало за год 19 иностранных делегаций. Особенно надо отметить визиты таких экономически лидирующих держав мира, как Уганда, Абхазия и Королевство Бахрейн. Делегации этих стран торжественно посетили Башкортостан в минувшем году. Ну, для тех, кто смутно представляет себе экономический потенциал такой державы, как Уганда, я расскажу, что эта держава, наш почетный партнер Республики Башкортостан по экономическим вопросам, является родиной того самого Иди Амина, президента-людоеда, который поедал своих конкурентов на выборах. Ныне Уганда – это страна, которой вот уже 36 лет правит президент Мусавини. А средний доход на душу населения в этой замечательной Уганде составляет 2 доллара, то есть примерно 140 рублей или 4300 рублей в месяц. Вот такую мощную экономическую державу заполучила госпожа Болочева к нам в экономические партнеры. Как говорится, судите сами, что может быть на выходе. Не обошлось в докладе Маргариты Дмитриевны и без гениальных перлов. Характеризуя надвигающийся на нас юбилейный 10-й форум «Россия-Беларусь», который пройдет в Уфе у нас в июне, Маргарита Дмитриевна охарактеризовала это мероприятие, как, цитирую, «одной из достижений по вашему поручению». В этом году одно из достижений по вашему поручению и с вашей подачей... То есть Ради Фаридович поручает достижения. Будьте добры, получите и распишитесь. В общем, одно из достижений по вашему поручению – это тот самый 10-й форум «Россия-Беларусь». Ну, как я уже и говорил, весь доклад Болочевой изобиловал благодарностями, комплиментами, всевозможными такими лестными замечаниями в адрес дорогого Ради Фаридовича. Судя по всему, кто-то все-таки обеспокоился тем, как Хабиров реагирует на мнимые или реальные достижения экономического блока правительства Республики Башкортостан. Я уже отмечал, что в докладе Болочевой, который, по сути, был очень важным на самом деле, этот доклад характеризовал в целом ситуацию в экономике Башкортостана. Так вот, в этом докладе совершенно не звучало никаких статистических данных, никаких сумм, объемов и оборотов внешнеторговых операций Республики Башкортостан. И это настораживает. Либо они очень малы, либо для этого есть какая-то еще причина. А еще не было структуры импорта и экспорта. И это тоже важно. Важно для понимания того, что мы продаем, например, в Голландию, и чем же заинтересовались наши могучие партнеры из Уганды на свои 2 доллара в день. То есть, понимание того, какие товарные группы мы вывозим и какие ввозим, дает нам, например, понимание того, какие отрасли промышленности нужно развивать. Но Маргарита Дмитриевна от нас скрыла эти данные. Ну и также, конечно же, в целом оценивая ситуацию с внешнеторговой деятельностью Республики, нужно понимать, что 2022 год был еще более или менее лояльным. В частности, воздействие санкций на экономику России, чего точно не стоит ожидать от 2023 года. А значит, и внешнеэкономические связи в Республике Башкортостан точно не будут улучшаться. Ну, собственно, чего, наверное, не стоит беспокоиться нашим партнерам из Уганды и Ирана. С ними, наверное, все будет хорошо. Завершилось оперативное совещание в правительстве и вовсе неожиданно. Хабиров вдруг заговорил о том, что министр труда и социальной защиты и семьи Республики Башкортостан Линара Хакимовна Иванова попала в санкционные списки. И, как выразился Хабиров, по совершенно неприличным обстоятельствам. Линара Хакимовна объявили врагом народа. Кем вас там объявили? Что вы там натворили? Значит, санкционный список вас включили? С отвратительным, значит, подходом. Очень неправильный. Коллеги, могу сам сказать. Все исказили. Хабиров прям с гневом заступался за Иванову. Собственно, формулировка включения Ивановой в санкционные списки Евросоюза была такой. За незаконную депортацию украинских детей. Ну, это в версии европейских стран. То есть, они полагают, что Иванова занималась незаконной депортацией украинских детей. Радий Фаридович категорически отвергает эту версию. И, вот, охарактеризуя деятельность европейских чиновников, Хабиров заявил, что они там, цитирую, не ведают, что творят. Причем, Хабиров сказал, что, по-моему, так в Библии написано. Вот тут надо остановиться поподробнее. Действительно, в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34, есть такая фраза. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят они». В других переводах это звучит немножко по-другому. «Отче, отпусти им, не ведают, что творят». Есть такая цитата «Христос, распятый на кресте, вступается за своих мучителей и просит Господа простить их за вот эти вот неведомые им поступки». Примечательно, что эту же цитату в минувший четверг в своем послании использовал Владимир Путин. И вот тут вопрос. Хабиров цитировал кого? Путина или Иисуса Христа? Интересно, вот очень важно понять, кто для него является на самом деле авторитетом. Но вернемся к Ивановой. Иванову Хабиров утешал с жаром, заявил, что вот это все, это прекрасное и замечательное, имею в виду, включение в санкционные списки, что это вообще не плохо, а хорошо, что это является неким качеством работы самой Ивановой. И вообще сам Хабиров еще в 2014 году, по его словам, занимался тем же самым, за что сейчас Иванову включили в санкционные списки. То есть договорился он и до этого. В конце Радий Фаридович вовсе обозвал всех европейцев клоунами. В общем, редиски они разредиски. Ну, клоуны по-другому не назовешь, да? Напомню, что сам Хабиров включен в санкционные списки очень многих стран мира, правда, за исключением Австрии. Ну и даже Австралия, Новозеландия и Канада, все они включили туда Радий Фаридовича. Он теперь не может никуда поехать, нигде там заниматься, никакими финансовыми операциями. Что, впрочем, его не особенно беспокоит и печалит. Ведь он может свободно ездить в Крым, может регулярно посещать Донбасс. Ну и в крайнем случае может совершить какую-нибудь турпоездку по разрушенным еще при императрице Екатерине медиплавильным заводам Башкортостана. Донбасс. 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 Донбасс.